Про скорость резания верно подмечено. Сейчас на пальцах объясню, что это такое и для чего нужно. Для правильного сверления чего-либо нам важно знать этот параметр. При работе в станках нужно учитывать не только скорость резания, но еще много различных параметров, например, подачу. Но у нас подача будет ручная, мы будем сверлить либо ручным станком, либо дрелью, поэтому нам сейчас это не нужно. Если на пальцах скорость резания это скорость вот этой крайней точки по отношению к центру. Нужно это для того, чтобы правильно выбрать частоту оборотов шпинделя, потому что в этом шуруповерсе, например, у нас есть 460 оборотов максимум мы можем работать, а есть 4200 оборотов в минуту. Но если я вставлю вот такое сверло и влуплю 4200 оборотов в минуту, ничего хорошего не получится. Для того, чтобы определить какие нужны нам обороты, важно понимать с каким материалом мы будем работать. Это могут быть различные сплавы металлов, различные по твердости породы древесины и так далее. В открытом доступе вы можете найти таблицы скорости резания. Например, скорость резания нержавеющей стали 6-10 метров в минуту. В некоторых таблицах может сразу указываться частота оборотов шпинделя, но может быть и нет, ее высчитать просто. Сейчас мы будем сверлить нержавеющую сталь и мы знаем, что у нас скорость резания нержавеющей стали от 6 до 10 метров в минуту. Берем среднее число 8. Итого получаем число Пи 3,14 умножаем на 5 миллиметров, скорость резания умножаем на 1000 и 8000 делим на 15,7. Итак, получаем 509 оборотов в минуту на шуруповерте на первой скорости от 0 до 460 оборотов в минуту. Нам подойдет. У меня в руке два сверла в диаметре 5 миллиметров, но они разные. Одним сверлом можно сверлить нержавейку, другим нет. Почему? Потому что вот это просто из быстрорежущей стали сверло, а вот это сверло из быстрорежущей стали, но с содержанием кобальта. Для сверления нержавеющей стали использую сверло с содержанием кобальта 5%. Далее при сверлении всем привычной стали, которая используется при производстве таких, например, стальных уголков, сталь ST3, мы будем использовать другое сверло из быстрорежущей стали и обороты около 2000, хотя диаметр тот же 5 миллиметров. Но перед этим я хочу показать, что же будет, если влупить 2000 оборотов в минуту и не включать СОЖ на нержавеющей стали. Я перегрел сверло, оно поменяло цвет и совсем скоро оно затопится. Еще два момента, на которые обязательно стоит обращать внимание. Первое, качество режущего инструмента, в данном случае сверла. Второе, нужно обращать внимание на ощущения. Сейчас мы видели то, что 2100 оборотов в минуту многовато. Поэтому пришлось регулировать обороты клавиши, потому что нам нужно 30 метров в секунду, а это приблизительно около 1900 оборотов в минуту. На деревяшке тоже распространяется, сосенка, дуб разные по скорости резания. И еще один крайне важный момент. Я вам рассказывал про спиральные цилиндрические сверла, которые мы в большинстве случаев используем при сверлении металла. Просто бывают не только спиральные сверла, а всякие разные, и от этого тоже зависит скорость резания и подачи.